Я бы посоветовал следователям всех уровней позвать Мишу Маймона, закрыть его в камеру и сказать, Миша, рассказывай. Вот ты сказал, похищают людей, рассказывай эпизоды, грабят, рассказывай эпизоды. То есть, значит, Мишу допрашивать. Но Мишу никто не допрашивает и никто не допросит. Погибнет он. А почему? Объясните. Потому что слишком сильные позиции у группировки преступной. Слишком сильные. Выше в руководстве государства Украина. Поэтому ничего, никакой перспективы у этого нет. Мы с вами сотрясаем воздух. Но у нас вы бесшебашно отважная женщина. Я горжусь знакомством с вами, вашему мужеству. Совсем неприсущему женщинам. И уже по-стариковски не могу, что же, убежать и спрятаться. Поэтому я с вами говорю, перспективы никакой нет. Мое оценочное осуждение, пока на Банковой находятся Андрей Ермак, Андрей Смирнов, господин Татаров, никаких шансов нет. А какое они имеют отношение к группировке Кличко? Это же конкуренты. Я извиняюсь. Я сейчас только расскажу то, что было в эфире телеканала ЗИК. Еще не имея американских санкций. Еще народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский вышел к Брьеру и начал рассказывать о том, как в Киеве делили пополам киевский пирог. Он говорил, что 800 миллионов долларов в год делили группа Порошенко, этого самого Каноненко-Луценко и Фирта Шарлевочкина-Кличко. Делили 50-50 Киев. Вот он об этом рассказал. И его Наташа, как она, скажите, я скажу, ведущая «Народ проты». Влащенко? Влащенко. Наташа Влащенко его спрашивает. Александр, ну вот вы рассказали, как это было при Порошенко. А как же это сейчас? 800 миллионов воруют. Он говорит, конечно, воруют. В год. А как их распределяют? И тут так замолчал Саша. И неприлично долго молчал. А потом говорит, а теперь все эти деньги забирают себе группа Кличков. Вот единственная моя ответственность. Это ничего не доказывает, и поэтому это ваше следствие. А я ничего и не извини, я просто рассказал, что я видел по телевизору. Я как раз, честно говоря, сомневаюсь, что команда Кличко будет иметь выше 50 президента. Давайте так, ходит Дима Белоцерковец и хвастается, что военный комендант Киева Жирнов у них на зарплате, что он ему выплачивает зарплату. Вот верить, не верить бредням этим Димы, я не знаю. Но он публично говорит, у нас Жирнов на зарплате. Вот как к этому относиться? Как сплетни. Наверное, да. Конечно же, все святые, все хорошие, чистые. И нам наврали. Стыд нам, стыд. Все-таки, если подытожить, я правильно понимаю, что вы бы, если бы вы работали в правоохранительных органах, хотели докопаться до сути, и главное, защитить интересы государства Украина. Вы бы заинтересовались все-таки в первую очередь связями с Кадыровым, не просто Шевченко, ну или не с Кадыровым, с Русским миром, а связями Кличко-Палатного с этими представителями Русского народа. Я бы провел комплекс контрразведывательных мероприятий и установил истину. Вот комплекс контрразведывательных мероприятий, понимаете, чтобы не думать, оговаривают, придумывают. Вот связи там, допустим, могут быть, но половые, или финансовые, или дружеские, разные же бывают вещи. Или хобби общее, там, я знаю. Вот я, например, разговариваю с собачниками из всего мира, и мне иногда звонят собачники из России. Связь ли это с Русским миром? Нет. Я 51 год живу рядом с собаками. Я блогер, который рассказывает о собаках. И мне звонят из Канады, из Швеции, из Штатов, из Италии, из Германии, из России, из Казахстана, Таджикистана. Со всего мира звонят собачники. И мы и говорим о собаках. Но, если проведут комплекс контрразведывательных мероприятий, и это подтвердится, мне будет даже спокойнее. Поэтому, если совесть чиста у Кличко-Палатного, Шевченко, и же с ними там, у этого, их адвоката, то ничего страшного. Было бы здорово, если бы контрразведка неформально, а реально провела серию контрразведовательных мероприятий и установила истину в этом вопросе. Но я в это, к сожалению, не верю. Знаете, какое дело... Человеком, который организовывал убийства на Майдане. Далее, такой еще человек, сейчас скажу, Александр Негода. Негода Александр. Как-то я писала о том, что, если не ошибаюсь, он один из тех, кто организовывал охрану деятельности Виктора Медведчука, кума господина Путина, который сейчас находится в тюрьме. Он был один из тех, кто организовывал охрану акции «Бессмертный полк», организованной Медведчуком. И это только несколько примеров. Криминал и русский мир. Вот это в спайке с украинским боксом встречается постоянно. Вы думаете, это совпадение? Знаете, давайте так. Бокс отдельно, криминал отдельно. Но криминал проник. Везде эти силовые единоборства. Отбеляя себя, криминал выступает функционерами спортивными, медицинатами спортивными и так далее. Для кого же не секрет? Что все федерации нуждаются в финансировании. И криминал интернационален. У криминала нет. Вот мы русский криминал, а вы украинский криминал. Он любой украиноязычный, русскоязычный криминал интернационален. Вот поймите это правильно. И воры в законе многие находятся в орбите ФСБ и службы внешней разведки России. Это факты. Конечно, все не случайно, потому что все рядом ходит. Силовые единоборства любые, криминалитет, спецслужбы. Спецслужбы, в принципе, во всем мире спецслужбы и разведорганы ориентированы на то, чтобы в криминальной среде обрастать аргентурой. А где проще всего приобщиться к криминальной среде, ну кроме лагерей и тюрик? Силовые единоборства. Традиция такая. Пошел, украл, убил. Украл много. Надо что-то отдать детям, как бы считается. И вот возьмите многих руководителей федераций разных силовых, да? Ну я не хочу вспоминать покойного Бориса Светлановича Соблохова. Ну, чего ворошить старое? Ну вы же понимаете, о чем я говорю. Меценат, меценат. Спортивный тренер, конечно. Успешный спортивный тренер. Ну и все остальное тоже присутствовало. Вы же это помните. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...